В этом видео мы рассмотрим несколько вопросов и проблем, связанных с экспортом и импортом 3D моделей из блендера в Roblox Studio. Доброго вам здравия и добро пожаловать в пекарскую дюжину. На связи Йоу Йоджи. Как всегда, не забываем оценить данное видео, оставлять годные комментарии и внимательно проверять описание с закрепленным комментарием. В ваших же интересах смотреть видео полностью и без перемоток. Приятного вам просмотра, а мы начинаем. Итак, первым делом, чтобы в будущем избежать некоторых проблем при импорте, убедитесь, что по пути в названии папок и файлов с вашими моделями и текстурами нет кириллицы, только английский. Переходим в Блендер. Допустим, вы создали модель со всеми материалами и текстурами. Выбираем нашу модель или несколько моделей, переходим в раздел Файл, Экспорт. Тут у нас всего два варианта, с которыми работает Роблокс Студио. Это Wavefront OBJ и FBX. Между этими форматами есть несколько отличий. Wavefront OBJ из минусов автоматически не добавляет текстуру, то есть вам придется добавить ее вручную. Также, если ваша модель состоит из нескольких деталей, то при импорте в Роблокс Студио все детали объединятся в одну. Из плюсов адекватный размер при импорте. Формат FBX. Из плюсов текстура загружается вместе с моделью. Однако, стоит уточнить, что текстура должна быть в виде отдельного файла соответствующего формата, обычно это PNG. Более подробно про текстуры я расскажу в другом видео, ссылка на который появится в описании, как только оно будет готово. Еще может понадобиться расположить файл текстуры в одну папку с файлом 3D модели формата FBX. Это в случае, если при импорте текстура не загружается вместе с моделью. Также, в зависимости от способа импорта, о которых мы поговорим, когда перейдем в Роблокс Студио, позволяет нам выбрать, соединять детали, из которых состоит наша модель или нет. Из недостатков неадекватный размер модели при импорте, но это легко исправить. Сразу сохраним нашу модель в обоих форматах. Начнем с Wayfront Object. В настройках обязательно ставим галочку на Selected Only, то есть экспортируем только то, что выделено. То же самое касается FBX. Ставим галочку в пункте Selected Objects. Далее меняем параметр Scale. Я обычно ставлю одну сотую. Таким образом, при импорте я добиваюсь такого же размера модели, как и у формата OBJ. После чего экспортируем. Теперь переходим в Роблокс Студио. Существует несколько способов импорта модели, каждый из которых мы детально рассмотрим. И начнем с самого распространенного. Кликаем правой кнопкой мыши в любом месте нашей рабочей области. Выбираем Insert Object. Или можно нажать комбинацию клавиш Ctrl-I. Далее выбираем Mesh Part. В рабочей области появляется базовый объект, который также отображается в окне Explorer в разделе Workspace. Добавим еще один Mesh Part, но уже другим способом. Рядом с разделом Workspace нажимаем на знак плюс. Появляется маленькое окошко, в котором мы сразу видим и выбираем Mesh Part. Также обратите внимание на этот невзрачный переключатель, нажав на который у вас отобразится все, что можно добавить. Либо воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти нужный элемент. Переименуем добавленные объекты. Вбираем объект, нажимаем F2 и переименовываем. Теперь нам нужно импортировать наши модели в эти объекты. Вбираем первый объект. В окне Properties ищем пункт Mesh ID. Нажимаем на знак папки. В открывшемся окне сначала выбираем нашу модель формата OBJ. Открыть. В открывшемся сообщении, если нажать Yes, объект примет то положение в пространстве, которое было в Blender'е при экспорте модели. Если нажать No, модель появится на месте нашего объекта. То есть Mesh Part. Аналогично поступаем с форматом FBX. И сразу видим отличие, модель импортировалась вместе с текстурой. Хорошо, вернемся к первой модели и добавим ей текстуру. Для этого выбираем модель в окне Properties, ищем пункт Texture ID. Нажимаем на поле ввода и... да, ничего не происходит. Как решить эту проблему? На самом деле все просто. Обратите внимание на окошко Asset Manager. Если у вас его нет, перейдите во вкладку View и нажмите на пункт Asset Manager, после чего оно должно появиться. Тут мы видим сообщение, в котором нам нужно нажать на Save to Roblox. В открывшемся окне настраиваем все как вам надо и нажимаем Save. Теперь мы можем загрузить нашу текстуру. Texture ID, Added Image, Choose File. Выбираем нашу текстуру, открыть и нажимаем Create. Важный момент. Все то, что вы загружаете в Roblox Studio, проходит проверку. То есть проверяется название, содержание, авторское право и так далее. На наличие чего-либо запрещенного. На название файлов обычно ругается сразу и вам просто нужно изменить имя файла. На проверку содержания и авторского права уходит больше времени. Поэтому бывает так, что поначалу у вас все работает, а на следующий день вам приходит сообщение, что такой-то элемент был удален по причине нарушения авторского права, который желательно не нарушать. Пример сообщения перед вами. Был удален аудиофайл, он был взят со специального сайта, где публикуются файлы без авторского права, однако он не прошел проверку. В любом случае всегда можно подать апелляцию на контент, в котором вы не уверены на 100%. А, наоборот, в котором вы уверены на 100%. О том, как подать апелляцию, есть отдельное видео. Там в комментариях или в описании, может подсказка где-нибудь добавлю. Возвращаемся к нашей модели. Как видим, у нее наконец-то появилась текстура. У данного способа импорта модели через MeshPart есть два существенных недостатка. Во-первых, если модель состоит из нескольких деталей, то при импорте они все объединятся в одну. Во-вторых, нельзя загрузить модель с большим количеством полигонов, что-то около в районе 10 тысяч максимум. Чтобы узнать количество полигонов у модели в Roblox Studio, нужно во вкладке Home нажать на Import 3D File и выбрать файл с нашей моделькой. В открывшемся окне переходим в раздел File Geometry и проверяем пункт Polygon Count. У нас 4970 полигонов. Переходим к следующему и, пожалуй, лучшему способу импорта модели, особенно для формата FBX. По крайней мере, в некоторых случаях. В Asset Manager нажимаем на этот значок, выбираем нужный файл и открыть. В появившемся окне есть три пункта. Первые два пункта обычно оставляют как есть. Если наша модель состоит из нескольких деталей и нам нужно их объединить, то ставим галочку в третьем пункте. После чего нажимаем Apply. Рассмотрим оба варианта без и с галочки в третьем пункте. Чтобы продемонстрировать не только то, как это будет выглядеть, но и показать главный недостаток данного способа импорта. В целом, Asset Manager это своеобразный файловый менеджер, в который мы загружаем материалы, объекты и так далее, для того, чтобы добавить их в рабочую область тогда, когда это нужно. И тут мы плавно переходим к главному недостатку. Любой импортированный этим способом 3D объект модель теряет информацию о своем расположении в пространстве. Это важно тогда, когда модель состоит из нескольких отдельных деталей, как в нашем случае, и вам нужно импортировать ее в рабочее пространство, не объединяя эти детали в один объект, то есть не ставя галочку в третьем пункте. Так как в результате вам придется вручную настраивать расположение каждой детали, чтобы получить перевоз данный вид модели. В Asset Manager все файлы и материалы, импортированные только этим способом, можно найти в соответствующих папках, картинки в картинках, аудио в аудио и так далее. Переходим к третьему и самому необычному способу импорта модели, который будет полезен тем, кто создает игры. Скажу сразу, тут есть только один недостаток. Данный способ не объединяет детали, из которых состоит модель в одно целое. В остальном сплошные плюсы. Вкладка Home Import 3D File выбираем файл с нашей моделью. В этот раз, чтобы продемонстрировать вам главное отличие этого способа от предыдущих, я выберу другую модель, состоящую из нескольких деталей. Нас интересуют три пункта. Insert Using Scene Position отвечает за импорт и применение информации о расположении нашей модели в пространстве от центра сцены. То есть, если в Blender ваша модель или детали, из которых она состоит, были расположены на определенной высоте и расстоянии по осям координат от точки пересечения всех осей координат, то при импорте все это также сохранится. Осью модели будет центр самой модели объекта. Set Pivot to Scene Origin также отвечает за импорт и применение информации о расположении нашей модели в пространстве. Но, во-первых, без привязки к центру сцены. Во-вторых, осью модели будет не центр самой модели объекта, а точки пересечения всех осей координат. Да, вот эта самая точка будет осью модели. И вот как это выглядит в Roblox Studio с использованием этих инструментов. А вот что будет, если добавить к этой же модели простой скрипт на вращение. Insert in Workspace позволяет импортировать нашу модель сразу в рабочую область, что очень важно в нашей ситуации. Давайте просто посмотрим. Как видно, модель импортировалась без всяких проблем, и в каждую деталь можно вносить разные изменения. Менять материал, цвет, текстуру, добавлять эффекты и так далее. Преимущество очевидно. С методами импорта закончили. Переходим к проблемам, с которыми можно столкнуться в процессе импорта. Что делать, если при импорте файла fbx модель становится очень больших размеров? Мы об этом уже говорили. При экспорте модели из Blender в параметре Scale меняем единицу на меньшее значение. Я обычно ставлю 0,01. Что делать, если при импорте часть полигонов модели не видно? Рассмотрим две ситуации. Ситуация первая. Перед вами модель, внутреннюю часть которой не видно. Чтобы это исправить, выбираем ее и в окне Properties находим и ставим галочку в пункте Double Sided. Все, проблема решена. Ситуация номер 2. Перед вами две одинаковых модели, но одной из них не видно часть полигонов. Чтобы это исправить, нужно вернуться обратно в Blender к этой модели. Первым делом открываем вот эти параметры, Overlays и ставим галочку в пункте Face Orientation. Теперь мы видим, куда смотрит текстура на полигонах модели. Синий цвет, текстура смотрит на нас или наружу. Красный смотрит внутрь модели. Чтобы это исправить, нужно выбрать модель, перейти в режим редактирования. И в зависимости от ситуации, вы можете выделить все полигоны, нажав английскую букву A. Или отдельно выделить все нужные полигоны, для удобства переключив режим выделения с вершин на грани. После чего нажимаем комбинацию клавиш Shift N. Все, цвет везде синий, переключаем режим обратно, убираем галочку с параметра Face Orientation. И можно спокойно экспортировать модель из Blender и импортировать ее в Roblox Studio. На этом все. Если данное видео оказалось полезным, не забудьте поставить лайк и написать годный комментарий. А если поделитесь этим видео в социальных сетях, то поможете не только развитию канала, но и другим, кому оно будет полезно или нужно. Не болейте, не скучайте, кушайте много вкусной и не менее полезной пищи. Всего вам доброго и до скорой встречи. Благодарю за просмотр и пока-пока. Блин, пошли косяки, да? Выбираем первый объект. В окне Properties ищем пункт... Пунктпунктпунктпунктпунктпунктпункт. Вкладка Home. Import 3D File. Выбираем файл с нашей моделью. В этот раз, чтобы продемонстрировать вам пол... Полное... Господство, ага. В этот раз, чтобы продемонстрировать вам главное отличие этого способа от предыдущих, я выберу главную... Боё-моё, что за опять главное? Продолжение следует...